Я только что выдержал. Не украинский флаг. Да, да, мы вышли сразу. Держите его в руках. Зачем поджигать? А как сами относитесь к Куфтказу? Как спецоперации относитесь к Куфтказу? С нашим, что ли, которые воюют? Нет, вообще, как ситуация в спецоперации? Брат, фашистам так не надо, брат, всякие операции, но операции нету там. А ты сам не чеченец? Я чеченец. Ну, брат там, брат, все там воюют. Воюют, да? Да. Слушай, ну вот мне всегда было интересно просто, вот точно так же Путин уже, получается, в 2000-м году, две войны, он же утюжил, там, говорят, по неофициальным данным, 300 тысячи чеченцев погибло, точно так же бомбили. У тебя вот кто-то погибло. Ну, это у меня давняя история. Забыли, да? Конечно, забыли. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Павел зовут, а вас как? Аризон. Аризон, добрый день. Я буквально на пару минуток, если вам удобно, по поводу флага, вот флаг вы сожгли украинский, можно буквально пару вопросов, почему так сделали и ваше мнение, вашу позицию? Не понравились нам, за то, что висят под носом в Москве, у нас вот тут. А, это в Москве было, да? Я просто сам, ну, не в России сейчас, я сам гражданин России, просто сейчас не в России. Вот, это в Москве было, да, получается? Да, в Москве. А какой район? Ботанический сад, метро. А, ботанический сад, ну, я там прям рядышком жил все время. Окей, хорошо, скажите, пожалуйста, почему вам не понравилось это? Там же разные бывают, флаги висят, у каких-то там компаний флаги висят свои корпоративные, там еще что-то, тут еще тоже кто-то... За то, что там умирают наши люди, а тут приезжают, повещают свои флаги. А, у вас там люди умирают? Да, вообще нет. Ага, я понимаю, так у нас же там спецоперация, то есть мы туда поехали, ну, представители России поехали туда. Куда деваться-то, если сами поехали? Ну, это же наш выбор? Нет? Я не разбежаюсь с политикой. А, я понял, у вас просто, ну, такие эмоции были, вы их так выразили, правильно я понимаю? Да, еще что-нибудь интересует. Да, я просто к тому, что, смотрите... Я сплю пакли с нами. А, простите, пожалуйста, вот буквально еще один вопрос просто последний, по поводу вот самого флага. У него же рук, ног нет, головы нет у флага. Как можно ему мстить за какие-то там эмоции? Он же ответить не может. Мой флаг, у меня что-то сняли за то, что мне понравился. А что-то тебе не нравится? Нет, мне не нравится, просто я пытаюсь как-то просто обсудить эту ситуацию. Просто как мы, граждане одной страны, как бы, сограждане, должны дружно жить, объяснять друг другу, в чем проблема и так далее. Вот мне так кажется. Правильно? Ни в чем проблема. Нет, просто не нравится нам, что тут висит. Я просто к тому, что вот, смотрите, у меня был такой случай, когда чеченцы, допустим, два раза на меня нападали. Причем оба раза с-под тяжка. Толпой били и так далее. Причем я маленький, безобидный парень. Вот, они все равно толпой, лишь бы, знаете, ну, такой, шкодничать. Вопросов не было, ни деньги, ничего. Просто пошкодничать, отомстить, шухер навести, знаете, как там говорят. И вот я, представьте, пойду сейчас и чеченский флаг сожгу. Как ваше ощущение будет? Мы не сняли флаг, мы сняли оттуда. Ну, я, к примеру, вот я проявлю вот так вот свое, свое негодование. К флагу. Слушай, ты записываешь разговаривание, я не знаю, ты что от меня, что хочешь? Я хочу, я хочу, чтобы вы немножко... Что ты хочешь услышать, я скажу, брат, заебал уже, я сплю после спины. Я хочу, чтобы ты услышал и другую сторону, не только своих эмоций. Знаешь, как девочки бывают, у них первая эмоция появилась, они побежали, истерят и все такое. Я хочу, чтобы ты услышал другую историю, другую версию, с другой стороны посмотрел на эту ситуацию. Это, это, это другому, расскажи историю. Почему? Ты не, ты не... Это неинтересно, я сплю. Тебе все равно, что у тебя в стране происходит? У меня в стране Россия. Ну, это тоже моя страна, я тоже гражданин России. Ну, так я не могу радоваться, потому что... Ну, вот все, ничего не интересно, просто первые эмоции и все.